Ребят, ну в общем, началась новая рабочая неделя, поэтому, пожалуйста, ищем съемки, не сидим на месте. Разбор полетов и планов на ближайшие рабочие дни. Неделя начинается с общего собрания. Редакторы раздают задания, заслуженные похвалы и ругают за ошибки. Основная направленность Химки СМИ – новости, а значит, нам всегда есть к чему стремиться. В основе любого новостного выпуска событий или истории об интересном человеке, которую предстоит рассказать, На этот раз съемочная бригада отправляется в гости к участнице Сталинградской битвы. Ребята уже проверили всю технику, как работает и все ли на месте. Осталось отправиться в путь за сюжетом. Нашему корреспонденту предстоит рассказать химчанам историю жизни ветерана Великой Отечественной войны. Секрет хорошего репортажа прост, признается Екатерина Зайнулова. Главное – неподдельный интерес к тому, что делаешь. Пока наши героини готовятся к интервью, ребята настраивают оборудование. 70% информации человек воспринимает глазами. И если, соответственно, картинка плохая, вне зависимости от того, какая погода, какой день недели, обед, не обед, все равно нужно делать хорошую картинку. Только сплоченная работа всех участников процесса может принести хороший результат. Корреспондент на съемочной площадке превращается в психолога и режиссера-постановщика. Как вам съемка понравилась? Как вам общение с нашими телевизионщиками? Прекрасно. Я не ожидала, не думала, что такое может. Хорошо. Спасибо вам за ваше внимание. Лишний раз убедилась, что то, что показано в фильмах, даже на 50% не передают того, что сейчас мне рассказала Мария Петровна. Полученный в ходе съемок материал автор должен обработать так, чтобы зрителю было интересно и понятно. Последний шаг – монтаж. На этом этапе весь видеоматериал превращается в связанный одной идеей мини-фильм. Потом, когда уже был собран сюжет и даже просмотрел снятий материал, было очень интересно слушать эти истории человека, который участвовал в этих событиях. Рабочий график телевизионщика не подогнать ни под какие рамки. Рассчитать время равномерно распределить нагрузку на съемочные группы, кто лучше справится с поставленной задачей. Над всем этим ломает голову Татьяна Северенко, наш администратор. Съемочная группа в составе Макаров, Артема, Алексея Валера на выезд. Химкинское телевидение существует с 92-го года. Открытое акционерное общество «Химки СМИ» сформировано в 2005-м. Под чутким руководством директора телеканала Светланы Запорожец уже 9 лет творческий коллектив поставляет информацию в дома жителей округа. На сегодняшний день у нас уже около 70 тысяч абонентов. На этом выпуске новостей в должности редактора выступает Олеся Жиганова. Ведущий в кадре – лицо телеканала, эталон серьезности и строгости. Тексты корреспондентов проверены, сценарий информационной программы составлен, речь отрепетирована. Но даже на рабочем месте всегда есть место юмору. Без него в нашем деле никак. Ну, смешный момент у нас обычно заключается в том, что ведущий начинает совершать ошибки. Да, тогда тут смеются и операторы, и те, кто сидят в режиссерской, ну и те, кто там мимо просто подходит и слышит дикий смех из студии. Это значит, что у ведущего сегодня прекрасное настроение, он ошибается на каждом слове. Последний шаг – собрать в заданном порядке все сюжеты, слова ведущего в кадре и заставки. А вот и пульт управления, с которого в эфир Химки СМИ запускаются новостные выпуски, телепрограммы, кино и мультфильмы. Последний шаг на пути к зрителю. Новости вышли в эфир. Рабочий день потихоньку подходит к концу. Однако некоторым сотрудникам надо остаться. Монтажерам предстоит собрать рекламу и телепрограммы. Одна съемочная бригада отправляется на баскетбол. Бывает так, что жизнь здесь кипит не только до глубокого вечера, но и до утра. Ну а мы, пожалуй, все. Нам пора прощаться. Юлия Арянина, Сергей Гвоздев, Служба новостей.